В Доме правительства прошла очередная 48-я сессия Народного собрания. Депутаты приняли годовой отчет уполномоченного по правам человека, утвердили поправки в ряд законодательных актов, одобрили меры социальной поддержки некоторым категориям семей, мобилизованных граждан. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мкце. Более 30 вопросов, часть которых касается внесения изменений в законодательные акты. В частности, об оказании бесплатной юридической помощи некоторым категориям населения. О проведении выборов муниципальные органы власти и так далее. Депутатам Народного собрания предстояло также утвердить ряд законопроектов и оценить работу уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесии. В первых таких строках своего обращения хочу отметить, что именно поддержка главы Карачаева-Черкесии Рашида Боразбевича Тимрезова, его гражданская активная позиция даёт возможность нашему аппарату и мне лично добиваться и защищать эффективно восстановление нарушенных прав. Зарема Малатова привела депутатам статистику нескольких лет работы по защите в регионе прав человека. Так, в 2014 году, когда она только заступила на должность уполномоченного, удавалось восстановить нарушенные права в каждых четырёх случаях из сотни. Наметившаяся затем положительная динамика вылилась в почти шестикратное увеличение успешных дел. Кроме того, благодаря реализации федеральных и региональных проектов в список наиболее частых видов обращений впервые не попала социальная сфера. При этом появились ещё два направления – работа с обращениями от жителей новых российских регионов и граждан Украины, а также помощь участникам специальной военной операции, членам их семей. Мы добились того, что смогли по обращениям многим выплаты на федеральном уровне, всё же были произведены. Даже есть один пример, когда мы добились вручения посмертно ордена мужества супругу женщины, которая к нам обратилась. Мы подключили аппарат Татьяны Николаевны Москальковой, подключили Госдуму. В результате нам нужен был положительный результат, мы его получили. Ещё одним не менее важным вопросом в повестке заседания парламента значился закон об оказании мер дополнительной поддержки малоимущим семьям граждан, которые отправились на военную службу согласно приказу президента России. Комитетом по социальной политике представлен на утверждение законопроект, в соответствии с которым доходы мобилизованных от единовременных выплат учитываться не будут. Данный закон – это дополнительная социальная мера поддержки малоимущим многодетным семьям, члены которых призваны на военную службу согласно указу президента Российской Федерации. Там при расчёте на душу населения, душевое, чтобы не учитывали, вычитывали оттуда и дневременное пособие, которое выплачивается военнослужащим, которые призваны. Артур Махцель, Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.